Итоги Европейской премии «Автомобиль года» 11 лет подводили на Женевском автосалоне. Но он отменен уже в третий раз с 2020 года. И 60-й по счету конкурс «Кати» впервые финишировал в Брюсселе. Лучший автомобиль по традиции выбирали 59 автожурналистов из 22 стран. Участие 23-й России приостановлено. Вадим Овсянкин и Сергей Знаемский еще числятся в списке, но в некоем независимом статусе. Что касается самого конкурса, то неудивительно, что первые три места достались электромобилям. На третьем месте с результатом 211 очков обосновался Nissan Ariya, серийная версия которого была представлена еще в 2020-м. Однако первые товарные экземпляры появились год спустя, и это не мешало Ariya претендовать на звание автомобиля 2023 года. Nissan может комплектоваться одним либо двумя электромоторами. Второе место – электровэн Volkswagen ID.Bus, который набрал 241 балл. В его основе лежит платформа MEB, которая на конструктивном уровне не рассчитана на ДВС, а только на электротягу. Автомобиль предлагает покупателям пятиместный салон и внушительный багажник объемом 1200 литров. Существует также грузовая версия Cargo. Что же до первого места, то оно не первый раз досталось марке, входящей ныне в концерн Stellantis. Но конкретно бренду Jeep впервые. С большим отрывом от соперников, набрав 328 баллов автомобилем года, в старом свете оказался Jeep Avenger. Впрочем, это не странно, учитывая, что это самый компактный автомобиль в гамме, и самый дешевый среди финалистов конкурса. Разрабатывали его специально для Европы. Конструктивно машина близка кроссоверам Peugeot 2008, Opel Moco и DS3. Avenger предлагают не только в электроверсии, но и с двигателями внутреннего сгорания, композитной защитой и дорожным просветом в 20 сантиметров. Полный привод тоже будет, но позже, и с электромотором на задней оси. Что касается менее успешных претендентов на титул, то четвертую позицию занял Kia Niro. В свежем поколении он может быть либо чисто электрокаром, либо гибридом. Лишь на пятом месте можно обнаружить автомобиль, который пока не стал электрокаром, и это Renault Astral. Впрочем, все без исключения версии гибридные и отличаются лишь степенью участия электромотора. Все идет к тому, что в следующем году в первой пятерке найдется место только автомобилям на батарейках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова